Я очень счастлив, что мне добилось очень много общаться с этим замечательным человеком, потому что с 11 лет я являюсь стипендиатом Фонда Ростроповича, и это, собственно, в это время начинался тот настоящий Фонд Ростроповича, который и сейчас существует, то есть это была самая первая обойма из нескольких музыкантов, из нескольких молодых музыкантов, которые ездили вместе с ним по всему миру. Я очень счастлив, что мне целилось ездить с ним и в Турне, по Волке, на теплоходе целых две недели. Мы ездили и играли очень много концертов, и я очень счастлив, что мне довелось выступать с ним как с дирижером один раз. Это был второй концерт Шопена в Нижнем Новгороде на фестивале Сахарова. Абсолютно незабываемое впечатление. Где-то за два месяца до смерти маэстро, его дочь Ольга Мстиславовна, позвонила мне и сказала, что Сафля Полич хотел тебе кое-что передать. И мы с ней встретились, и она мне передала огромные ноты. То есть очень толстые, сбрашированные, пять концертов Фетховена одним изданием, очень старые ноты. И на первой странице он прямо исписал всю страницу специально для меня, историю от кого, когда, кому, куда переходили эти ноты. То есть у него была феноменальная память, там было написано, что сначала эти ноты он подарил своему концертмейстеру Ази Аминтаевой, по-моему, в Алма-Ате. Штаркович, да? Да, он ей подарил эти ноты. После ее смерти эти ноты вернулись к нему, а консерваторию, по-моему, в Алма-Ате, я не помню, какой там город, но назвали в честь нее. Вот, и там еще несколько идет, эти ноты ходили, по-моему, не с кем будет, но в конце концов он написал, что хочет передать их мне. И мне как-то это было очень приятно, это было знаменательно, но вот, к сожалению, буквально через два месяца его не стало. А какие ты, может, личные впечатления Старкович? Личные впечатления? В первую очередь, он очень простой был человек. Мы могли совершенно спокойно на теплоходе смотреть вместе футбол, как раз тогда шел чемпионат мира, по-моему, чемпионат Европы, это 2005-2004 год. Играть с ним очень было приятно, потому что он очень чуткий, очень точный, очень скрупулезный музыкант. И общение, конечно, перед концертом, после концерта, постоянно мы там ужинали, обедали вместе, поэтому очень мне это все было приятно. В конце концов, он стал интересоваться, я тогда музыку писал, сейчас я уже этим не занимаюсь, но лет в 14-15 я написал несколько произведений, и он с удовольствием слушал целиком, достаточно долго после чего сказал мне, чтобы я написал струнный квартет. А струнный квартет для фианиста это очень тяжело написать, потому что мы как бы в свои сугубы, в футепианной рамке завязаны в них, а вот он такой устроил мне челлендж небольшой. Я очень-то достаточно долго работал над ним, и через некоторое время показал ему этот квартет. Он достаточно резко отзывался о нем, после чего сказал мне, «Ну а теперь напиши 24 прелюдии и фуги» в Эдли Рояле. Это совсем тяжелая работа, а у меня уже начались концерты, и становилось все больше и больше, и как-то работать над музыкой было тяжело. Прошло какое-то время, я буквально написал одну или две прелюдии, и вот он как раз скончался. То есть интерес Раскарбовича был неформальным, да, таким? Ну да, он интересовался разными странами. И он постоянно мне с спокойным Монаширом Абрамовичем, Якубом, они постоянно звонили мне и говорили. Это ты как Саншар? Нет, Якуб, не Якубов, а Якубов. Вот Монашир Абрамович, он был одним из крупнейших экспертов по музыке Шостаковича, и он всегда был в фонде музыкальным руководителем, музыкальным директором, он как раз отбирал всех стипендиатов, слушал все записи, и вот они мне постоянно звонили, и он в частности говорил, «Филипп, ты пишешь музыку?» Я говорю, нет, к сожалению, я не знаю, ты должен писать, должен писать. Вы вспомните об этом? Ну, сейчас. Что касается написания музыки, то, что мне иногда в голову приходит, я записываю, и мне даже нравится, а потом на следующее утро просыпаюсь, сыграю это, оно кажется каким-то банальным, уже не новым, и вот так же с современной музыкой многих современных композиторов, я тоже прихожу на концерты, слушаю, и мне что-то кажется банальным, и я не могу понять, почему они не чувствуют вот эту банальность. То есть если я уже буду что-то писать, то или буду что-то выносить на людей, то есть буду это показывать, играть, то это что-то должно очень мне нравиться. Пока я ничего подобного написать не могу.